Да, алло. Алло, Вань, привет. Ты меня не знаешь, меня зовут Андрей Павлов, я журналист московского комсомольца. Ты можешь мне объяснить, что происходит? А что происходит? Они говорят, что ты захватил заложников, это правда? Я просто хочу поговорить со своей девушкой. А, ты там с девушкой? Как ее зовут? Алёна. Алёна. Какой идиотизм. То есть вы там вдвоем и никаких заложников нет? Ее три подруги в кладовке. Это ты их туда посадил? Я просто хотел остаться с ней наедине. Ой, Вань, ты ж понимаешь, здесь эти сумасшедшие бабы, эти мамаши, они накручивают ментов. Ты ж понимаешь, они не дадут вам поговорить. И что будет? Я не знаю, Вань. Ну, что обычно бывает в такой ситуации? Ну, наверное, штурм. Сейчас они вызовут СОБР или еще кого-то. Они проникнут в квартиру через окна, положат всех. Ну, как-то так, наверное. Вань, я понимаю, это не мое дело, но мне кажется, тебе нужно выпустить этих девок. Тебе же легче будет. И ментам не за что тебя будет взять. Ну, ты просто пришел в гости к своей девушке. Ты имеешь на это полное право. Сможешь это сделать? Да. Ты молодец. Ладно, Вань, я перезвоню тебе через несколько минут, хорошо? Да. Выходите по одной. Успокойся. Заткнись! Давай, на выход. А ты на месте. Сядь! Пусть! Пусть! Вы обещали мне позвонить? Да-да, Вань, я все помню. Тут просто военные из твоей части, они говорят, что ты украл оружие. Какой рот? Это правда, что у тебя автомат, Калаш? Ты знаешь, я с детства мечтал быть журналистом. С детства. Но я представлял эту профессию иначе. Я хотел писать о людях, о людях, но людей очень мало, к сожалению. А что, обо мне написать решили? Я бы написал о любви, о парне и девушке из обычного московского района, которые любят по-настоящему, которые любят, несмотря на обстоятельства, которые любят, несмотря ни на что. Ну, люди не любят друг друга под дулом автоматом, не так кажется? Мне тоже так кажется. Тогда зачем тебе Калашников? Осталась одна заложница. Можем начать штурм. У него не только автомат. Я не хочу в тюрьму. Теперь меня посадят из-за тебя. Теперь все будет так, как я хочу. Ты поняла? Поняла меня? Алло, Вань, привет. Это я. Открой дверь. Я благодарен вам. Вы были правы насчет этих. Они ни при чем тут. А кто при чем? Она. Алена? Вань, ты знаешь, это очень страшно умирать с человеком, который тебя не любит. Ты как думаешь? Алена любит тебя? Она хочет быть с тобой? Скажи, уже не важно. Ну, раз ты собрался умирать. Ну, ответь мне честно. Нет, а вами я не любят. А ты ее? Ты действительно любишь эту девушку? Настолько, что готов убить ее? До такой степени, что готов держать ее в заложниках, держать ее силой. Зачем, Вань? Неужели ты думаешь, что этим ты ей можешь что-то объяснить? Неужели ты думаешь, что она способна понять, какую боль ты сейчас чувствуешь? Единственное, что чувствует она сейчас, это страх. А то, что чувствуешь ты, называется злоба. Между вами нет любви. И это не страшно. Это не повод умирать. Если даже никто никогда тебя не полюбит, это не значит, что ты должен умирать в 20 лет. Ты не должен причинять боль другому человеку только потому, что он тебя не любит. Субтитры сделал DimaTorzok